Лена и Николай познакомились в стенах Тольменского психоневрологического интерната. Вот уже пять лет они живут вместе и у них отдельная комната. На досуге гуляют, катаются на роликах и, конечно, строят планы на будущее. У нас план выйти с интерната и жить за территорией. А где уже? Знаете, где-нибудь в Тольменске? Нет, мы еще не определились. У нас тут и дискотеки проходят, на дискотеки ходим, общаемся, друг друга пытаемся не забывать. В интернате реабилитацию проходят больше трехсот человек. Сотрудники обустраивают их быт с душой. На стенах в комнатах габелены, во дворе – цветущий сад. Здесь есть все для комфортной жизни. Занятия спортом, общение с близкими по духу людьми и творческие увлечения. Игрушки с чьем, камешки с газеткой, лепим, все это делается, чтобы их занять. И они этому рады. Они очень отзывчивые ребятишки. Мы их называем ребятишками, потому что они не ребятишки для нас, поэтому не можем же сказать. А это ребятишки, которые отзывчивые, добродушные, любящие читать, любящие заниматься своим любимым делом. В корпусе оборудовали сенсорную комнату, где подопечные релаксируют и снимают агрессию. Здесь есть стол для песочной терапии, бескаркасная мебель и фиброоптическая занавесь. Ключевое слово «потрогать». Как видите, оно рядом с креслом находится. Можно его трогать, он абсолютно безопасно. Способствует развитию мелкой моторики, успокоению, релаксации. Можно хоть что с ним, плести косичку, перебирать их в руках. Ежегодно подопечные путешествуют. Они уже побывали в Горном Алтае, в Новосибирском зоопарке и катались на теплоходе по Аби. Но такая активная жизнь доступна не всем. Здесь также проживает около 30 маломобильных людей. Их тоже стараются социализировать. Для этого 28 работников прошли специальное обучение для ухода за пациентами по современным технологиям. Очень много было полезной практики, теории, советов. То есть насыщенный очень был курс. И уже приехав, вернувшись после обучения сюда, директор тоже проходил обучение. То есть это делалось как бы вот так намеренно, чтобы руководство тоже понимало, что за... Потому что новшеств было очень много. Голова шла кругом. И приходилось сломать такие вот стереотипы. Средства для улучшения жизни людей, которые нуждаются в особенном уходе, выделили по АНАЦ проекту «Демография». Часть средств направили из краевого бюджета. Сейчас в крае систему долговременного ухода внедряют еще в 16 учреждениях социального обслуживания. Евгения Величкина, Анатолий Фукс. Новости.